В багажнике этой машины прячется спонсор этого выпуска. Как вы думаете, что там? Доставка по всей России, буду говорить загадками. Сейчас здесь прячется вот это, а летом оно будет прятать нас от солнышка. Так, 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 хорошо упаковано. Все это дело приходит в чехольчике, в таком оригинальном сумочке. Ой, а это автомобильные шторки от компании Лайтова. Друзья, вот этот товар легко устанавливается. Все мы вам сейчас покажем. И самое главное, он практичен. Летом он вас будет прятать от солнышка, от пыли. С ним вы будете передвигаться с большим комфортом. Это альтернативная легальная замена тонировки. Ничего сверлить не нужно. В общем, все, что нужно, это ваши прямые руки, а все остальное приходит в комплекте. Эти каркасные шторки от компании Лайтова делаются по лекалам автомобиля. То есть под каждый автомобиль будет своя форма. Вот сейчас обратите ваше внимание. В комплекте идет инструкция, где все элементарно и просто прописано. У нас есть три точки крепления. Номер один и номер два. Номер один крепится по вот этой части и по вот этой части. А номер два крепится сюда. Вот здесь вы оттопыриваете и ее вставляете туда. Она фиксируется, она в принципе не гуляет. Все, ребят, объясняю простыми словами. Здесь перепутать ничего невозможно. Установка занимает примерно, ну реально, если одну минуту. А дальше дело за малым. Теперь все это установить в эти пасы и подогнать. Вот сейчас я сижу в машине, где нету шторки. Оцените, как это выглядит. То есть меня видно. А сейчас я сижу в машине с водительской стороны, где, собственно, установлены шторки. Что действительно очень удобно. Особенно, когда будет летом становиться все больше и больше солнышка. На дальнюю дорогу, на расстоянии вы будете, понимаете, передвигаться с комфортом. Насекомая пыль в машину не летит. Вот не знаю, конечно, как по видео, но вживую, кто сидит за рулем, ничего не видно. Вы поймите, что вот эти шторки, они сделаны не для понта, а для комфорта. Опять же, вы сейчас можете заметить то, что есть разница с тонировкой. Вы можете подогнать так, шторки бывают более темные. Все это можно сделать. В описании к этому ролику я оставляю ссылочку на компанию Лайтова. Заходите, знакомьтесь с ценами, знакомьтесь с параметрами. Подбирайте под себя доставку по всей России. Прежде чем делать какие-либо выводы, вы сперва покатаетесь хотя бы один месяц. А после вы сами скажете, что это действительно удобно. Компания Лайтова, каркасные шторочки ждут вас по ссылке в описании. Друзья, всем привет! Нелегкое время в нашей стране, но купить новую машину хочется. Многие люди рассматривают автомобили с пробегом. И сегодня в этом ролике я вас познакомлю с очень интересной машиной, которая должна заслужить ваше внимание на вторичном рынке. Мы сегодня рассмотрим автомобиль, скажем так, для народа, для всех тех, кто скопил 850-1 миллион рублей. И это будет Lexus CT200 гибрид. Так вот мы сегодня с вами познакомимся с автомобилем первого поколения, который на наш рынок поступил в продажу в 2011 году в апреле. В нашем случае это самая базовая комплектация Comfort. И вот, друзья, я хочу вам задать вопрос. Как вы думаете, сколько эта машина стоила в 2011 году новая у официального дилера? Я нашел информацию, цена ей была 1 миллион 244 тысячи рублей. Самая топовая версия лакшери стоила 1 миллион 697 тысяч рублей. Комплектация чуть ниже, но очень интересная и востребована относительно этой модели F-Sport стоила 1 миллион 600 тысяч рублей. Среднюю комплектацию можно было забрать за полтора миллиона рублей. Это машина 2012 года. Человек покупал ее пару лет назад с пробегом примерно 57 тысяч километров. И я знаю, вы скажете, чего 2012 год Lexus 57 тысяч? Машину смотрели со всех сторон. В целом она пробегу соответствует. Но с другой стороны, кто его знает, какой здесь реальный пробег, потому что минус этих автомобилей, что невозможно детально, грамотно как-то проверить реальность пробега. Скрутить можно, никак вы это не увидите. Куплен он был в итоге за 950 тысяч рублей. Небольшое легкое ДТП было по машине. В целом вся история по машине была ясна. То есть ничего криминального по ней не было. Машина сегодня в идеальном состоянии. Человек на ней передвигается каждый день. Оптика идет обычная, галогеновая. Но уже стоят лампочки диодные от Philips. В целом по освещению в вечернее время вопросов никаких не вызывает. Но самое интересное у этого автомобиля скрывается именно под капотом. Почему мне этот автомобиль был интересен, и я считаю, что есть смысл о нем рассказать вам. Это гибрид. Я поездил на бензиновых моторах, я покатался на дизельных моторах, я покатался на газу. Но я никогда не катался на электрокаре или на гибриде. В нашем случае он здесь очень интересен. В каком плане? По расходу и по надежности. Первое. У нас идет силовая установка в виде бензинового мотора. Объемом 1,8 литра. Это атмосферный обычный мотор. Он выдает 99 сил. Что это за мотор? По сути, это тот же самый мотор, который ставился на Toyota Corolla. Надежный мотор, но он задушен по мощности примерно на 30%. То есть 99 сил он выдает. В Corolla он выдает примерно 128 сил. И здесь очень маленький крутящий момент. 142 крутящего момента. Паспортный разгон этого автомобиля до первой сотни. 10,3 секунды. За счет чего? За счет второго мотора, электромотора, который выдает примерно 82 лошадиные силы и в нем 207 крутящего момента. Обе этих силовых установки могут работать параллельно. То есть, когда вы садитесь в автомобиль, запускаете его, он может запуститься, например, на бензиновом моторе. Прогревается. После чего, когда вы начинаете трогаться, он переходит уже в режим электромотора. То есть, вы столкаетесь именно на электричестве. Опять же, когда вы передвигаетесь по городу, для того, чтобы машина порезвее срывалась с места, подключается именно электромотор. И постоянно всем этим делом управляют мозги. Конструкция этого автомобиля довольно-таки, с одной стороны, проста, но с другой стороны, она очень интересна, как это все работает. То есть, например, вы когда едете на скорости свыше 75 км в час, электромотор здесь отключается и переходит работать бензиновый мотор, для того, чтобы была экономия топлива. Почему? Ну, на скорости, соответственно, бензин будет сжать совсем мало, особенно этого объема, когда вы будете ехать со скоростью 110-120 км в час. Реальный расход топлива на этом автомобиле при скорости 110-120-130 по трассе, ну, реально там 4-4,5 литра. Соответственно, каких-то космических цифр и серии свыше 6 литров для этого автомобиля ждать не приходится. Вес автомобиля при этом полторы тысячи килограмм. Еще интересный момент, что даже на скорости, когда вы едете, там, после 75, если вы прижимаете тапочку в пол, нужно поувереннее разгоняться, опять же, подключается электромотор. В пробках вы передвигаетесь по городу, исключительно работа электричества. Когда вы едете накатом, то есть вы убираете ногу с педали газа, соответственно, он начинает заряжаться. То есть все эти принципы стандартны, понятны. И сама по себе машина не для того, чтобы ее насиловать. То есть не для тех, кто хочет погоняться. Это машина для тех, кто борется, там, с экономией топлива, кто спокойно передвигается, кто придерживается правил дорожного движения, кто понимает, что по городу сейчас повсюду камеры, лежащие полицейские. Вот вы кто понимаете, что некуда гнать? Вот эта машина вам 100% придется по душе. Ну вот смотрите, 50, газку в пол. 70, 80, 90. Нет никакого абсолютно вау. Но в тот же самый момент, что приятно, что мы разогнались до 120, нет шума от мотора. Ну реально, то есть мы разгоняемся, как вот реально электрички, так очень плавно, очень мягко. Газу даешь, мы едем, мы готовы там шибашить. Перестроение влево-вправо. Машина дорогу держит, подчеркиваю. То есть никакого напрягу у тебя не будет. Но при этом сказать, что это какая-то спортивная машина, как это было написано в рекламных объявлениях о машине в 2001 году, это Lexus, спортивные силуэты, это все ерунда. Все сделано исключительно для того, чтобы тебе машина нравилась визуально. Здесь в плане трансмиссии идет как бы вариатор, но это вариатор планетарного типа. Это совсем другая история, это не тот вариатор, который мы там привыкли видеть, допустим, на тех же самых Ниссанах или любых других автомобилях. Он здесь без ремней, то есть максимально надежная коробка и самое главное, она очень дешевая. Бревиатура, когда вы читаете при автомобиле, CVT, вариатор, ну а эта планетарная коробка совсем другая. Хорошо его держит крутящий момент, она даже ставилась на гуси, ну не даже, а ставится в основном на гусеничную технику. Суть в том, что к коробке претензий быть не должно. Просто многие, кто встречают, там, а вариатор, говно. Нет, друзья, это совсем другой вариатор. Поэтому в подкапотном пространстве здесь переживать просто-напросто не о чем. Конечно же, если читать отзывы про машину, все владельцы хвалят, ой, какая неприхотливая, некапризная машина, надежная. Тем не менее, я решил запрыгнуть в интернет, посмотреть, почем на нее различного рода расходники и узлы, и агрегаты. Так, например, коробку. Если вдруг что-то случится, конечно же, вы будете покупать контрактную коробку с Владивостока. Ценники начинаются примерно от 5-7 тысяч рублей. Это будет, естественно, код в мешке, хотя можно найти коробку и аж за 60 тысяч рублей. В среднем это вот 10-20 тысяч рублей, если можно так назвать. Поймите правильно, бушка есть бушка. Будете искать, будете копаться по интернету и подбирать для себя наиболее оптимальный вариант. Мотор в сборе может обойтись вам примерно в 30-40 тысяч рублей. Подчеркиваю, называют цены средние. Батарея. Это, конечно, отдельная история, но если покупать ее в сборе, это будет примерно 30-40 тысяч рублей. Но батарея начинает приходить в негодность по элементам. Соответственно, машина вам об этом скажет, вам вылетит на приборку ошибка. Если вовремя заменить элементы, то вы отделываетесь небольшими суммами. Один элемент стоит примерно 2 тысячи рублей. Кузовная часть. Если вдруг вы попали в ДТП и что-то нужно заменить, то опять же, привет, разборка, Владивосток, на это будете тратить время. Но сегодня транспортное сообщение такое, что закажете, все вам приедет. То есть ничего тут криминального нету. Поэтому, друзья, имейте в виду, машина с одной стороны надежная, но если вдруг что, однозначно вторичка только лишь копаться по объявлениям, искать наиболее подходящий вариант для себя по запчастям. Поэтому в подкапотном пространстве мы особо время терять не будем. В первую очередь, этот автомобиль был востребован в Европе. Присаживаюсь за руль автомобиля. Здесь, на самом деле, будет комментарий, я думаю, очень много, потому что, ну, как обычно, да что это за интерьер? Все старое, некрасивое, кнопки как будто бы взяли в руку и просто бросили. С другой же стороны, друзья, вот смотрите, сажусь за автомобиль, запускаем его. Да все, он запустился. Все происходит очень тихо. Подчеркиваю, у нас самая бюджетная версия. В более продвинутых версиях здесь было бы отличие по интерьеру, то есть у нас здесь было бы дисплей, который бы выезжал, там была бы навигация, но это действительно тамагочи, там уровня нулевых годов. Настроив под себя сидение, поймите правильно, когда ты сидишь спереди, вот дворя там места мало, вот ты садишься вперед, места здесь для тебя будет, ну, действительно достаточно. У меня рост метр восемьдесят шесть. Но, если посадить назад там друзей такого же роста, конечно, будет коробченка там тесновато. Ну, места здесь, конечно же, маловато, но в тот же самый момент, вот я сажусь. Сажусь. Вот ударился головой, то есть низковатая стойка, да, получается. Но сел, ну поймите правильно, чисто для передвижения по городу. Мне бы здесь такое там дальнее расстояние, но естественно будет тесно передвигаться. То есть такая машина, понимаете, она сделана больше как под молодежь, но в тот же момент там небольшая семья невысокорослых людей будет сидеть здесь комфортно. По интерьеру, знаете, рассказать вам что-то, что здесь вот есть такая прикольная фишка, нету, за исключением селектора и переключения передач, с помощью которого мы можем выбрать стандартные режимы драйв, нейтраль назад. Можно перейти в режим B. Принцип работы какой? Когда вы едете, машина будет больше тормозить накатом. То есть, ну, вы когда останавливаетесь, будет идти дополнительный заряд. Опять же, вот этот режим очень хорош для того, что он экономит очень сильно вашу тормозную систему. Здесь изначально, да, машина вообще сама по себе тормозит двигателем. Соответственно, торможение именно колодками, да, в частности, происходит в редких случаях. Это какое-то резкое торможение должно происходить, либо когда вы где-то паркуетесь там на парковке. И есть режим EV-мод, так называемый. То есть это полностью электросистема. То есть вы нажимаете его, например, у вас там какой-то частный дом, либо вы заезжаете на паркинг свой, вы спускаетесь аккуратно, соответственно, там машина будет работать только на электричестве. Два километра машина, по идее, на полном заряде проехать может. Европейцы, да, очень ценят этот вот маленький расход топлива, борьба с экологией. Это сделано специально для них. Опять же, в нашей стране вот этот автомобиль, когда он был там в продаже, он был не востребован. Почему? Самая бюджетная версия стоила миллион там 300 тысяч рублей. Самая дорогая версия стоила примерно миллион 800 тысяч рублей. На тот момент за эти деньги там можно было бы, естественно, купить там и Камри в топе, все, что угодно. Что, собственно, люди и выбирали. Потому что у нас какой-то гибрид, маленький моторчик, нахрен нам нужна. Люди хотят, что, мощи, чтобы можно было дать тапку, машина поехала. Здесь же совсем другая история. Расскажу вам интересный момент. Этот момент был 3-4 года назад в Испании. Прогуливаясь по улице, обратил внимание, что из 10 машин для народа, которые стоят, вот возят домов, из 10-9 будет в механической коробке передач. Стало интересно, почему так Европу, как-то механическая коробка передач. В Европе у меня, вот в Испании, в частности, проживает товарищ, взрослый мужик, уже там свыше 50 лет. Я ему звоню, говорю, почему такая фигня? Он говорит, смотри, когда европеец приходит покупать машину и стоит 2 автомобиля, та, что на автомате будет на 1000-1200 евро дороже. Соответственно, та, что на автомате будет на 1-2 литра, как минимум, жрать бензина больше. Ну и, соответственно, автомат менее надежен, чем механика. Все, но первые два пункта, цена коробки и расход топлива, для них это уже все, отбой сразу. Поэтому, в Европе, вот эта машина была действительно востребована для людей, у кого есть бабки. Они с удовольствием раскупали эти гибриды и сейчас их покупают. Те же самые Prius. Это все берется там на ура, потому что расход топлива низкий, а цены на бензин у них гораздо выше. В нашей же стране, я думаю, когда-то все-таки придет время гибридов, что они будут более доступны по цене и, соответственно, будут более востребованы. Но сейчас вот эта машина действительно, вот, рекомендую всем тем, у кого есть ляма, он думает, блин, ну что бы такого взять? Rivo, мол, покупать не хочется, брать какую-нибудь старую Toyota Camry, ну, тоже не хочется. Вот что-то необычное. Вот, пацаны, посмотрите на эту машину. Интересные принципы работы режимов различных. Если вы перейдете в режим эко на обычном автомобиле, ну, по сути, не поменяется ничего. Здесь же вы это почувствуете сразу. Почему? Он пытается сразу экономить на все. Ну, в первую очередь, естественно, электричество, та же самая печка, она у вас будет работать гораздо хуже. Она будет работать, но она будет работать прямо в щадящих режимах. По электричеству, по всему, по салону машина будет экономить энергию. Опять же, отклик на педаль газа станет настолько овощным, что вы, в принципе, будете думать, ну, блин, вообще, как будто бы не едем. Но это идеальный вариант для тех, кто вышел там на трассу, 100, там, 110 ты поставил, все, поехал. У нас на автомобиле стоят 18-е колеса. Штатно у вас должны будут идти 15-е, 16-е, 17-е, смотря на какую комплектацию вы выберете. У нас здесь идет дополнительная полная шумоизоляция. Почему? Предыдущий автомобиль у него была Skoda Octavia, которая со своей штатной шумкой была гораздо круче, чем вот этот вот премиальный Lexus. Он, поставив 18-е колеса, понял одно, что гул здесь просто бешеный. Даже сейчас, с полной шумоизоляцией, когда мы разговариваемся более там 80 километров, вот от колес, именно от колес, шума действительно идет очень много. Отправлялся он шумить автомобиль, где люди ему показали живой пример, на КУ-5, на ВАГ, груб, о том, что вот, кузов, когда пустой, стоит, без обшивки, там очень много ребер жесткости, и, соответственно, в силу этого, все ВАГи, они на базовом уровне, уже без дополнительной шумоизоляции, гораздо тише, нежели чем японцы, потому что японцы снимают, что он полы, они все ровные. Соответственно, шум, не шум, да, она станет потише, но, в целом, все равно, с этим очень сложно бороться. Я об этом знаю лично, у меня вот была Камри, 17-е колеса, вроде бы полная шумоизоляция, но все равно машина гораздо шумнее, нежели чем та же самая BMW 5-й серии, но базовая. Самый главный для меня лично, плюс у японцев, в частности, у Lexus, вот многие говорят, да это тот же самый Prius, зачем переплачивать за Lexus, если есть Prius, друзья? Вот эту машину, ее просто нужно почувствовать самому. Сядьте, прокатитесь, и вы поймете, что она гораздо лучше рулится, нежели чем тот же самый Prius. Чуть сильнее газку дает, что машина реально срывается, несмотря на то, что, казалось бы, там 1.8 гибрид, подключается электромотор, крутящего поддает, машина едет интереснее. То есть такого, да, что ты вот можешь подумать, да ладно, чей-то гибрид какая-то, блин, сраная машина, овощи. Друзья, для города вам вот с головой будет хватать. Я уверен, что многие из вас плюс-минус ездят в подобном режиме, поэтому жаловаться, что не хватает мощности. Сейчас все производители уходят от мощных моторов, все ставят 2 литра, 3 литра, это уже даже считается много, например, у немцев. В основном 2 литра. Многие говорят о том, что этот автомобиль все то же самое, что Prius, и все то же самое, что Auris. Друзья, здесь схожи только силовые установки, коробка и частично передняя подвеска. Задняя часть этого автомобиля с точки зрения ходовой части силового агрегата полностью отличается. Например, на Prius там идет просто балка, здесь же подвеска идет на двух поперечных рычагах. Соответственно, дальше по развесовке тоже интересный момент. У нас батареи идут по задней части автомобиля. Что интересно увидеть? Вот здесь, например, есть такие части, покажи, пожалуйста, которые из салона в жаркое время года захватывают холодный воздух для того, чтобы ослужать батареи. Машина сама по себе гибридная, как любая, собственно, другая машина, боится перегревов. Те, кто покупали, например, одно время Lexus типа LS 460, гибриды, вот там очень часто жаловались на то, что батарейка херово, быстро там в износ приходит, но Lexus 460 это мощная тачка, на которой гоняет. Соответственно, там ее убить можно было очень быстро. Здесь же батарея при нормальной езде может ходить 1300 километров, но 200-250 проблем никаких не будет. Очень частый минус о том, что 130 миллиметров просвет у автомобиля. В нашем случае машина уже идет на 18 колесах, как вы видите, вид совсем другой у машины. Изначально в базовой версии будет идти 15 размер. Здесь у нас сейчас просвет примерно 100 миллиметров. Почему? Человек сделал занижение по автомобилю. Обратите внимание, мы с вами заехали в лес, никакого дискомфорта нет. Здесь нужно просто понимать, кто ездит за автомобилем, кто ездит за рулем, потому что 130 миллиметров, вот штатно, это не так уж и мало. Хотя, смею отметить, что по регионам люди отмечают, у нас такие дороги разбиты, что 130 это мало, там минимум 200 нужно. Здесь уже каждый, смотрите под себя, мы передвигаемся, Москва, Московская область, никаких нареканий к автомобилю с точки зрения клиренса нет вообще. У человека раньше была Audi A3. С клиренсом знаете сколько? 1 сантиметр. Друзья, 1 сантиметр. Значит, по задней части. Здесь, конечно, на любителя, но мне кажется, в принципе, неплохо машина смотрится. Хэтчбэк. Багажник у нас 365 литров. Если сложить его, сиденья, они здесь складываются, он будет здесь примерно, ну, почти 1000 литров. Человек любит покататься на велосипеде, то есть, велосипед он сюда кладет, все, поехал на передвижение. Здесь у нас маленький бардачок, ну и, соответственно, под ним далее идет запасной колесо. Высказывайте ваше мнение. Читал комментарии в инстаграме нашего канала, на ютюбе некоторые пишут то, что да он уже старый, он не симпатичный, но на мой взгляд, вот гибрид, вот этот вот, куда интереснее будет, чем новая Kia Rio. Но это чисто мое мнение. Если бы у меня был бы миллион, и нужно было бы купить машину, вот безозрения совести, на полном серьезе, говорю, выбрал бы ее. Бояться там по технической части, да здесь ничего нет, нечего бояться. Здесь самое главное, вот при подходе, при покупке подойти правильно, найти живой экземпляр. Да, это будет сделать нелегко, потому что машин по нашей стране, вот подобных там, буквально там 20 машин в продаже есть. Сам факт того, то что 850-1 миллион 200, где миллион 200, это прям уже очень дорого. Вот объективно, 950-1 миллион, это адекватная цена для этого автомобиля. Купить его с пробегом там 100-120-150 тысяч километров, это идеал. Если ниже пробег, то это вообще класс. Поэтому смотрите, изучайте машину, вполне интересный экземпляр. Вот обратите внимание, мы передвигаемся на автомобиле, идет постоянный заряд батарей. Поэтому дополнительно как-то заряжать, там как электро, кажется, там в зарядку вставлять не нужно, здесь этого ничего нету. То есть вы постоянно просто передвигаетесь на автомобиле, вы не думаете ни о чем. Просто идет автоматический заряд. Поэтому машина экономичная, кому она подойдет? Тем, кто очень много времени проводит за рулем, либо наоборот, тем, кто мало ездит, то вот хотел бы себе красивую, уютную машинку для передвижения там по городу, на работу, с работы, ребенка из детского сада забрать. То есть здесь моделируйте, друзья, под себя. Но машина, серьезно, вот за свои бабки, вот вторичка, там 2012 год, здесь машина посвежее. Я могу сказать, что шумка, конечно, очень сильно хромает. Очень сильно. То есть даже несмотря на то, что машина зашумлена, все равно ты едешь, то есть она прям гудит. Но по другим во всем аспектам, там по интерьеру, друзья, здесь, конечно же, на вкус и цвет, и самое главное, на ваш кошелек. Кто-то скажет там, ааа, старый интерьер, да без проблем. Сегодня есть Lexus, там и за 6 миллионов рублей, есть BMW, Mercedes, Audi, что угодно выбирайте. Но вот за миллион, на мой взгляд, вполне достойно. То есть садишься в машину, как бы, ну какого-то дискомфорта, понимаешь, вот лично у меня она не вызывает. Переводим коробочку нашу в спорт. И пошел. Ну знаете, конечно же, если я скажу то, что о, поехала, я навру, газу даешь, машина едет. Но вот все именно в штатном режиме, в штатном, с точки зрения для города. Этого здесь более чем достаточно. Вот так вот, кто хочет погоняться, кто там ищет себе интерес, спортивная машина, это она не для вас. Эта машина сделана исключительно, повторюсь, только для экономии топлива и для передвижения с комфортом на небольшой скорости. Ну не на быстрых скоростях. 60, 70, 80. То есть разгоняется вяло, но тем не менее, все, полетели. Но шум от колес, это просто пипец. Вот сейчас после дождя, вот даже просто после немца, очень непривычно. Но дорогу держит действительно хорошо. Вот шумка, говно, тяги особо нету, то есть вот разогнаться там, плюс-минус, ну вы поняли, можно. Но вот удовольствие от управления вы получать будете. Потому что даже в затяжные поворотики, вы в резкие, да, оп-оп-оп, пошел-пошел, Шамайч, спорт переключил. Итак, друзья, пришло время сделать выводы. Про этот автомобиль можно говорить в принципе долго, потому что с технической точки зрения машина действительно интересная. Про его электромотор, про его обычный бензиновый мотор, про то, как это работает в паре, вот так вот сесть и вместе пообсуждать душевно было бы действительно интересно. Что важно знать об этом автомобиле? Ну, конечно же, если покупать его на вторичке, а его только на вторичке можно купить, нужно максимально качественно подойти к подбору автомобиля. Очень много у нас людей в стране, которые рады вас обмануть, скрутить пробег, продать битый автомобиль под видом небитого, к этому нужно подходить максимально адекватно. И самое главное, если вы найдете живой экземпляр, бояться за него вам не придется уж точно. Откройте отзывы, почитайте тысячи людей, которые катаются по России, по Владивостоку. Многие машины пригоняют из Японии с правым рулем, люди катаются, наслаждаются машинами, потому что с технической точки зрения до 300-400 тысяч км при должном обслуживании вопросов будет 0 рублей, 0,0 копеек. Поэтому, все, кто хотят купить интересный себе хэтчбэк до миллиона рублей, я вам рекомендую рассмотреть Lexus CT200H. Здесь я подхожу к концу, приглашаю всех вас в комментарии, высказывайте ваше мнение, обязательно подписывайтесь на инстаграм канала, потому что там всегда выходят только свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, до новых встреч всем. Пока-пока.